В Южной Корее в городе Пусан состоялась торжественная церемония открытия международного культурного лагеря. В этом году масштабный форум собрал около 4000 студентов и молодежных лидеров из 60 стран мира. Церемония дала старт ряду важных событий, мастер-классов, встреч и тренингов, которые запланированы в программе. Чувство единения наполнило всех присутствующих во время выступлений танцевальных коллективов из разных стран, каждая из которых имела глубокий смысл. На торжественной церемонии присутствовали высокопоставленные лица – конгрессмены, министры из разных стран мира. Все они высоко оценили важность проведения международного культурного лагеря. С приветственным словом ко всем собравшимся обратился основатель миссии Good News, международного культурного лагеря и хора «Грасиас» пастор Оксупак, который подчеркнул важность воспитания и образования молодежи. Молодежь должна расти светлой и яркой. Но сейчас в мире очень много молодежи, которая идет совершенно в противоположную сторону. Во тьму, из-за разных обстоятельств. Международный культурный лагерь ведет молодое поколение, выводит их из тьмы и направляет в сторону света. Мы учим ребят самоконтролю и глубокому мышлению. Я очень благодарен, что многие страны на уровне государства принимают наше направление в образовании детей, помогая им выйти на свет. Также на церемонии открытия присутствовал мэр города Пусан Оу Го Дон, который признал важность фестиваля в укреплении мира и единства. Этот лагерь проводится более 10 лет, и более 40 тысяч молодых людей прошли через него. Молодежь, постройте мир без террора, войны и жестокости. Лагерь в Пусане – это важное событие для укрепления мира во всем мире. Особенно всех коснулась речь супруги вице-президента Кенни и Рэчел Рута о необходимости фокусирования в образовании молодежи на духовности и нравственных ценностях. Я приветствую вас во имя драгоценного Господа Иисуса Христа. Я очень рада быть здесь. Корея – удивительная страна, и я очень благословлена сегодня. Часто проблемы в жизни людей приходят не из-за ситуации, а из-за их мышления. Библия говорит, пусть ваше мышление будет во Христе. И я верю, что нам нужен разум Христа. Пусть Бог обильно вас благословит. После мультикультурного шоу и выступления официальных лиц Хор Грассиас исполнил свою прекрасную программу под управлением художественного руководителя и дирижера Бориса Абальяна, являющегося заслуженным деятелем искусств России. В составе оркестра и хора Грассиас выступали лучшие певцы-музыканты с мировыми именами, среди которых также много и российских имен. Конечно, эмоции переполняют. Это несравнимо ни с чем. Это совершенно не то же самое, что играть даже в самых больших залах, приспособленных для академической музыки. Но было очень интересно, позитивно, приятно. И вообще очень масштабный праздник. В общем, было интересно. Мы знакомы не первый год с IYF и с Good News. Это, на мой взгляд, одно из самых приятных событий, которое когда-либо я посещал. Такое количество молодежи, невероятный интерес к музыке со стороны IYF. Это особая атмосфера этого события. Конечно, приятно всегда приезжать. И очень радостно, что это происходит. Не первый, а уже много-много лет это происходит. И каждый год я вижу, что все больше и больше развивается это событие World Camp. И, конечно, это здорово, что идея, основная идея, она несет в себе столько добра и числоты. Мероприятия Международного культурного лагеря продолжаются. Наша съемочная группа следит за развитием событий. Наталья Серова, Павел Шишкин, Яна Серова. Специально для ТБН. Редактор субтитров А.Семкин